Здравствуйте! Рад приветствовать моих зрителей. Сейчас мы поговорим о самом важном упражнении, которое я делаю всегда, обязательно, каждый день. И советую вам. Это ходьба. Мы идем. И многие ходят у нас с скандинавскими палочками. Это скандинавская ходьба. Это очень полезно, да. Я лично хожу с палочками такими, но я люблю ходить вот с такой палочкой. Или с такой. Это мой помощник. Когда вы идете, она просто легкая. Вы просто несете ее в руке. И иногда вы можете вот так идти. Мне нравится, когда я такое делаю. Видите, вот такая вибрация, когда вы упираетесь. Мне нравится это ощущение. И какие-то там 200-300 метров я иду именно вот так. Это и мне нравится. Вы поняли это движение, да? И вы идете, взяли ее так. И идете уже так. У вас всегда под рукой есть инструмент, которым вы можете воспользоваться. Для гибкости. Остановились. Поделали это упражнение вот такие. Такие. Не спеша. Именно вот так. И пошли дальше. Если вы просто едете. Просто. У вас все равно возникнет желание что-то еще сделать. Вы находите хорошую площадку, место, которое вам очень понравилось. Для глаз, для души. Останавливайтесь. И 10-20 минут занимаетесь вот так. По настроению. Это помощник. Вытягивайте спинку. Лопатки прочувствуйте. И так раз. Постойте в этой позе. Вы этой постойте. Если вы достаточно уже прошлись, вы уже почувствуете тепло, которое пойдет дальше. В руки и в ногу. Это уже пошло движение энергии вашей. Попробуйте, если вы во всех отношениях вот это движение. Вы помните, руки очень связаны с легкими. Если есть проблемы с легкими, например, вы идете, вам захотелось пробежаться. Все знают астматики, особенно тех, кто болеет астмой. Или переболел. При беге, потом одышка. Вот здесь лежит камень. Или при беге у вас это здесь просто горит все. Небольшое пробежка. Чуть-чуть пробежались. Чуть-чуть. И помощник, чтобы отдышаться, может быть отдышка. Именно вот так. Поднять руки и идти. Просто вот так, поднятым, с палочкой. Она помогает. Она вытягивает легкие и раскрывает немножко громкие. Помогает раздышаться вам. Так-так. Прошлись. Опустили, прошлись. И опять подняли. И прошлись. Это очень помогает. И так же эта палочка помогает. Делать оброждение, которое я очень люблю, я вам показывал уже. Это звездочкой. Но вы идете на природе, вы можете подойти к дереву. И вот здесь дерево есть ямка. к дереву или просто на тропинке есть углубление, колея как бы. И вы встали. И у вас под рукой есть палочка. Вы стоите на краю. Есть у вас углубление. И все, у вас уже есть готовый путь. И встали. И так же. Вы уже держитесь за палочку и машете вот так, спокойно. Помахали 60 раз, допустим. 50. По настроению. Вы же уже идете, прошлись. Даже если вы идете, вы знаете, что у вас нужно еще что-то пойти. Все равно сделайте вот так. Видите, она не мешает. Вы за нее придерживайтесь. Никак-то. Вот эта ножка танцует. Вот эта машка, а эта танцует вместе с вами. Лицо красиво улыбайтесь. Расслабьте лицо. Должна быть такая вот. Если вы расслабили лицо, то у вас и настроение будет такое. Вы же на природе. Вы пришли получать удовольствие. Которое совершенно бесплатное. Вы вышли. Солнце, небо. И не имеет значения, какая погода. Дождь это будет или еще что-то. Я не обращаю внимания. Для меня вся погода любая приносит. Я знаю, что. Всегда только польза. Холод. Или жара. Для меня все. Я все использую. Для своего здоровья. Как бы ни было. Я расскажу вам, как это делать. Сейчас мы просто стоим так. Потрогайте так. Почувствуйте. Вообще, лишний раз всегда рука. Это такой ваш катализатор. Вы всегда можете потрогать себя везде и послушать обязательно. Это даст вам ощущение и понятие чего-то. На что вы не обращали внимания. Как вы закреплены. Что. Вот такая радость движения. И все время дышим. Дышим. Дышим спокойно. Как можно, конечно. Ну, обращайте внимание на это. А здесь, когда вы закончили, все аккуратненько встаньте. В любом состоянии. Может быть, прекрасно себя чувствуете. Не надо туда, сошли. Вот так встали, аккуратненько сошли. И порадовались. Как было хорошо. И пошли дальше. Вперед. Всего хорошего. Вот такое упражнение делайте обязательно. Не забывайте про палочка. Это здорово. Или такая. Это не имеет значения. Всего доброго. Будьте здоровы.